итак продолжаем наш разговор с разбором косметики сегодня мы с вами пройдемся по хайлайтером они у меня по второму отделению этого ящичка на столе среди прочего как я уже вам раньше говорила у меня кисти рассосованы по их типам в разных формациях очень удачная держалка господи боже мой контейнер для хранения кистей и разнообразных конселярских приборов купила я этот при эту держалочку по моему в т.ж. макс лив маршнс и долларов за 16 что-то в этом роде и также я приспосабливаю самые разнообразные кухонные предметы под держание кистей так вот на моем рабочем столе у меня есть такой небольшой ящичках ящичек напомню вам первом ящички здесь консилеры во втором хайлайтеры к ним мы сейчас и приступим и в третьем блески которым тоже надо в последнее время мне подразобраться что касаемо хайлайтеров то я уже сильно под подразобралась со своей коллекцией тут у меня уже осталось совсем чуть-чуть того что я пользую чаще всего кстати говоря сюда же у меня переместится пару хайлайтеров которые у меня прятались в других ящичках на них наверное начнем это два рассыпчатых хайлайтера от минеральной косметики которые называются everyday minerals этот более давайте попробую сделать свой естественно что они рассыпчатые это более розоватый с сатиновым отливом давайте попробуем что у нас получится он почти матовый тем не менее он хорошо высветляет скулу им я пользуюсь редко потому что я не очень люблю минеральную косметику именно с того что она постоянно рассыпается тем не менее когда пользуюсь мне всегда очень нравится результат этот я люблю еще больше он более бежево-желтый у него есть более такой белый что ли тут наверное видно сатиновый отлив вот он вот для меня это лучше чем дальний свет потому что он все-таки чуть-чуть как-то не такой белый в своей базе но тем не менее пользуюсь я ими очень редко потому что как видите все это закручивать раскручивать очень все это проблематично но тем не менее для тех из вас кто любит минеральную косметику всячески советую everyday minerals два хайлайтера pick me up ivory более розовый и оси park me up более такой вот бежево с белым отливом этот хайлайтер даже непонятно это вроде как усаживающая подсвечивающая пудра так он называется от nix radiant finishing powder на самом деле это немножко мучной белый хайлайтер если работать им с умом с толком с расстановкой можно от него получить неплохой даже благородный отлив но к сожалению на мне как вы можете видеть он сильно отдает белым поэтому мне он не подошел он уже наверное больше подать девушкам северным с более светлым молочным оттенком кожи поэтому отдаю в хорошие руки также у меня здесь троечка от лоры геллер и еще один лора геллер у меня в косметичке походной которыми я с собой самый мой любимый хайлайтер всех временных народов очень деликатный он создает эффект светящейся кожи а не светящегося продукта имейте в виду особенно на камеру такие хайлайтеры не видны называется он бейкд хайлайтер в цвете френч ванила я все-таки попробую его нанести посмотрим получится или нет он бежевый с едва едва заметным сатиновым таким вот отливом очень благородно смотрится на коже и не явно для тех из вас кто любит металлический или влажный блеск он не подойдет но мне он нравится именно тем что комплименты делают люди мои здоровье моему коже нежели продукту которую на нее нанесен с этим хайлайтером более явный бежевый чуть-чуть розовинкой хайлайтер тоже бейкд хайлайтер в цвете golden rose честно говоря ни розовинки ни бежевости здесь особенно не видно он такой немножко невнятный я бы сказала а я все-таки предпочитаю френч ванила но этот поярче и отблеск у него помощнее принципе golden rose это неплохой хайлайтер для путешествий пригодится более бомбезный хайлайтер тоже от лоры гейлер называется портофина тоже линейка бейкд хайлайтер и он вот это вот действительно влажный блеск такой металлический давайте я попробую здесь нанести видите он уже вот действительно отливает так отливает и абсолютно ему копия брат близнец это хайлайтер от лора мерсье у меня такая вот люксовый пробник в цвете highlight 01 полное название matte radiance baked powder тоже запеченная пудра они вообще не отличимы друг от друга пробую поближе сделать может быть разве что лора мерсье имеет более сатиновый отлив а этот имеет более металлический а так они на самом деле на коже разницы практически не видно они одинаковые держу больше оба для коллекции может быть следующей чистки от одного из них избавлюсь возможно даже более избавлюсь от лоры гейлер потому что он уже очень металлический если не приспособлю его к теням посмотрим и и последний хайлайтер который у меня здесь остался это cover effects мой большой любимец потому что это беш с белым сатиновым отливом однако отлив здесь немножко более явный чем в лоре гейлер френч ванила у меня сейчас влажная рука я боюсь что получится слишком ярко давайте попробуем сюда нанесем не знаю видно здесь или нет видите у него он не дает белую полосу но он дает белые свечки за это я его и люблю и он все-таки более явный хайлайтер чем лора гейлер так что для тех из вас кто любит сатиновые свечения но совсем не явные кайлайтеры для вас как-то маловато посмотрите на cover effects это нишевая марка она продается во многих онлайн магазинах в частности в сети магазинов ульта стоят они в таком месте middle market стоит приблизительно 20 до 30 долларов их продукты нет 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 забыла забыла самое классное то продукты которые меня уже много много спрашивали тут тут кстати тоже у меня подсуетилась но я бы наверное не вспомнила когда мы открыли бы ящичек но все таки решила достать чтобы закончить разговор с одиночными хайлайтерами пройдемся по этим продуктам знаменитейший wet and wild color icon bronzer но это не бронзер это хайлайтер в татенке reserve your cabana я когда-то вам говорила что это одна из лучших замен хайлайтеру от лора гейлер который стоит очень дорого потому что он бежевый с очень деликатным есть таким немножко беловатым отливом единственное что пудры здесь конечно на хватит на всю семью прямо скажем еще и там кошки но сможем намазать что блестел единственное что он немножко чуть грубее помолоть чем лора гейлер и если использовать его как подсвечивающую усаживающую пудру под консилер под глаза то может немножко собираться вот этот может вот не такой идеальный как лора гейлер но тем не менее по всем своим хайлайтер нам характеристикам он очень близок и к лора гейлер и к кавер фэкс кстати про кавер фэкс я не сказал как называется продукт продукт называется иллюминатор в цвете мунлайт вот этот я вам очень рекомендую другие оттенки у них очень желтые на мой взгляд так что да резерв я кабана стоит совершенно копейки и он идентичен с кавер фэкс и лора гейлер как хайлайтер единственное что лора гейлер для меня работает как продукт на очень много применений а это все таки больше хайлайтер вот это пойдет сюда также у меня есть два очень похожих золотисто-бронзовый хайлайтер это сам be mad benefit it's stila all over shimmer liquid luminizer они практически одно и то же я их не использую на лицо я использую их на шею и зону декольте потому что они слегка мне брондируют эту зону и ее немножко одновременно увлажняют в принципе когда он усаживается он не выглядит металлическим он как раз выглядит таким вот на эти шиммерным очень приятным таким золотистым отливом они абсолютно идентичные вы можете купить что стилу all over shimmer тут у нас оттенок liquid luminizer оттенок какой оттенка нет по-моему у них несколько оттенков и sunbeam от benefit тоже ну вот просто братья-близнецы я даже попробовала сам бим наносить как жидкие тени на века но к сожалению он скатывается видите там вообще на дите два различия очень похожие вещи использую для как уже сказала зоны декольте на лицо как-то нет все таки как-то нет и последняя пудра которую я не так давно показывала в покупках это пудра тройка запеченной от стила очень конечно здоровая упаковка непрактичная но что делать что делать купила я ее на большой скидке это у нас set illuminate baked powder trio состав у нас входит знаменитый их китон это цвет шампанского более нейтральный такой персиково-розовый что-то вроде лоры геллер очень неявная просто как знаете подсвечивающие пудры что-то вроде метеоритов или our глаз подсвечивающих пудру и более даже какая-то розовый хайлайтер вот он и уже давайте кит сделаем вам до кучи стандартный цвет шампанского что-то вроде mary luminizer the balm я их чаще пользую все вместе использую их как такой мягкий очень благородный хайлайт и если я хочу просто подсветить кожу лица то использую вот эту часть которая более деликатная очень понравился продукт если попадутся запеченные тройки от стила я им всячески их вам советую особенно если вы найдете их дискотных магазинах долларов за 7 так это вообще просто подарок давайте мы это теперь сюда сложим верно у нас влезает после чистки пока у нас получается коллекция хайлайтеров эти у меня пойдут к бронзером потому что как уже сказала не использую я их как хайлайтеры вы их еще увидите в ящике да вот теперь все теперь у нас разговор про хайлайтеры закончен и мы с вами перемещаемся к бронзером румяном и палеткам для лица вот он первый ящик моего комода это то на чем стоит моя мой столик первом ящике я уже показала праймеры основы пудры всем кому интересны подробности вы можете и кисти мои любимые вы можете посмотреть эту часть ссылку и оставлю на нее внизу еще один хайлайтер который ну вот невозможно не забыть все таки что то это но новинка от марк джейкобс это цвет платины с такого белого золота если хотите очень неплохая вещь но со своими недостатками во первых она не подойдет жирной коже или тем кто живет во влажном климате а больше подойдет девушкам которые уже любят стики если вы в принципе большой любитель стиков то это достойный стик подойдет она людям которые любят влажный эффект он не отдает в зеленый для тех кто волновался этот цвет на цвет белого золота и если его аккуратно вот просто прикладывать к коже наносить то оцвет получается очень деликатный минус в том что он не усаживается на коже не ожидайте что он потом превратится в пудровый финиш он вот так и остается таким немножко силиконовым чем-то на коже что в принципе хорошо подойдет девушкам которые живут в супер сухом климате у которых сухая кожа да а так вот glow stick как они называются да spotlight spotlight glow stick номер 700 от марк джейкобс в определенных случаях могу советовать здесь у меня он проживает и здесь у нас собственно румяна два бронзирующих подождите вот два бронзирующих а ла я прямо показала один от силы от benefit еще одни румяна гели румяна у меня здесь от benefit называется они пози тинт в принципе неплохие гелия тинт такой знаете как стейн но очень неравномерно он станет кожу надо его в первую же секунду тщательно растушевывать иначе у вас будут пятна на коже неплохо освежает неплохой цвет но как я уже сказала пятнистый очень тяжело с ним работать поэтому больше покупать я их не буду вот так вот зато если бы вы мне сказали какие кремовые румяна за какие можно душу отдать и за какими стоит гоняться на самом деле это кремовые таки знаете даже не по это гели крем от стила это малютка это полноразмерный к сожалению они у меня уже испортились они у меня уже больше трех лет но тем не менее я страстный их поклонник если бы меня были только одни румяна я бы ими только и пользовалась но поскольку у меня целая коллекция кремовые продукты для меня я уже поняла не имеет смысла иметь потому что они портятся быстрее чем я успеваю их использовать продукты пудровые держится значительно дольше этот оттенок более контурирующий такой немножко бронзисто нейтральный оттенок цвете пионе видео он какого многострадальный сколько со мной проездил я сделаю вам свочи после этого я их выкину потому что я для этого и держала очень красивый оттенок на но наношу я их чаще всего стипл браш такой вот дуа фиброй любой они волшебно совершенно наносятся они не под ними не ездит макияж они замечательно подсвечивают лицо без того чтобы давать ему жирный блеск я сейчас просто очень много нанесла чтобы вам было бы зим был цвет я обожаю эти продукты я вам просто зуб за ним даю что если вы любите кремовые румяна вообще кремовые продукты лица вы их будете обожать еще раз это пионе от стила линейка называется конверте был колор и этот просто свежачок освежает любое лицо он красавец невероятный давайте может быть если я растушую будет лучше понятно о чем я говорю это гербера оттенок тоже конверти был колор от стила он он великолепен они оба великолепны вот все оттенки которые у них есть разве что кроме самых-самых ярких как-то такие ну кому как кому-то из вас может быть и нравится ярко-красные кремовые румяные я больше любитель каких-то деликатных вариаций нюда что такое не очень яркое обожаю их к сожалению они уже пованивают они у меня давно давно они уже испортились я их держала для того чтобы делать сводчи сравнение и все что я когда-либо сводчила и пробовала не идет ни в какое сравнение с этими двумя продуктами конверте был колор от стила прощаюсь целую нежно и как только как только появится в моем сердце ли в моем расписании больше время для кремовых продуктов их я куплю первым делом вот это вот стопроцентный фаворит далее продукт от art iconic совершенно такой чумовой продукт свое время был все его любили все за ним гонялись это их экспоуст amazonian clay румяна на самом деле я купила в тоже повосхищалась для приличия но потом поняла что они не так уж хорошо пигментированы они немножко пудровые принципе работают они неплохо но ничего особенного они не делают поэтому отдаю в хорошие руки кому хочется поиграться прошу любить и жаловать больше чем экспоуст от art мне нравится оттенок румян от тарины тарантино это нишевой это же сказал уже уже ближе к люксовому бренд макияжа он посветлее но примерно то же самое он делает для моей кожи как-то мне с ним приятнее легче работать поэтому эти румяна тарины тарантино в цвете не apolitan lane их можно купить иногда на диску в дисконтных сайтах типа guilt или outlook.com и на самом сайте косметики тарины тарантино очень нравится в принципе рекомендую единственное что как бы гоняться наверное за ними все таки не стоит я вообще считаю что мало зачем нужно гоняться в этой жизни вот единственное что я очень вам рекомендую стилу конвертирую колор но опять же если вы такой человек который очень активно пользуется кремовыми продуктами чтобы они не испортились у вас в коллекции новинка в моей коллекции сливого розовые румяна от urban decay в цвете rapture это как видите такой сливого розовый оттенок если его наносить плоской кистью то можно вот я сейчас на влажную руку наношу и тогда появится отлив можно увидеть золотистый отлив а так они просто матовые сливого розовые хорошее качество румяна очень нравится мне упаковка и оформление в принципе рекомендую но опять же только если они вам говорится по бюджету по зубам прям уж экономить на чем-то ради того чтобы их заиметь не стоит еще одни румяна от тарт тоже просто малютка та же самая линейка amazonian clay doll face к холодно розовый цвет какое-то время пользовалась но как-то все-таки не пошло отошла я от этого цвета не очень он мне нравится румяна неплохие хорошие освежающие но я вам уже объяснила как-то не идет у меня этот оттенок и моя недавняя покупка лорак которые пошиммернее даже не знаю что то более грамотные в этом оттенке чем долл фейст от тарт поэтому отдаю в хорошие руки раз уж мы говорили о долл фейс сделаю сравнительный свотч обожаю их запеченные продукты от лорак и это у меня целая тройка румян этот флант сейчас нанесу так что было видно шиммер ведь от такой холодный розовый шиммерный цвет если носить пушистой кистью шиммера вы даже в принципе и не увидите если носить плоской то шиммер будет на щеках они очень похожи но вот этот стенок немножко поглубже и как-то пограмотнее на мой взгляд это уже очень барбиш на холодно-розовый поэтому да да флант остается долл фейса тарт уходит нюдовый как раз что-то вроде этого дать как раз сравним что-то вроде экспоузда тарт на они очень похожи но чуть-чуть потеплее что ли покраснее это лорак запеченные румяна velvet rope их запеченные румяна в свое время тоже были очень известны на ютюбе просто youtube не стоит на месте всегда появляются новые продукты поэтому некоторые более классические продукты которые ничем не хуже новых они отходят сторону просто потому что на них не такое количество рекламных денег тратится классный оттенок очень мне нравится супер пигментированный мягко набирающиеся румяна даже в принципе если вы неосторожно будете их набирать вы можете переборщить так что имейте ввиду они хорошо тушуются хорошо носится в общем обожаю с удовольствием пользуюсь и третий оттенок это шиммер на персиково такой коралловый цвет называется он экспоузд вот наносить опять же если плоской кистью то вы увидите вот этот мягкий шиммер если наносить пушистой кистью просто увидите мягко персиковый оттенок обожаю 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 с удовольствием пользуюсь вот кремами и единственные мои румяна от или маска это люксовый нишевой бренд британский в цвете зигоматик тоже очень ведь это пользовался им стипл браш тоже очень хороший универсальный цвет красивый но они уж очень маслянистые и жирные возможно они подойдут девушкам с очень сухой кожей но если прям вот очень у вас сухая кожа и вам чем больше блеска тем лучше но не девушкам которые живут во влажном горячем климате не девушкам с нормальной жирной кожей эти румяна не подойдут они не усаживаются они вот так жирненько и лежат на коже поэтому очень своеобразная вещь может быть на зиму тиберячкам что-то в этом розе может быть но мне в коллекции не прижился поэтому отдаю хорошие руки хотя оттенок весьма и весьма ходовой сегодня румяна которые у меня появились недавно я искала цвет арбуза получила персик золотом же не он выглядит вот так как бы я хотела чтобы они выгляделы на самом деле на коже это розовый цвет золотым шиммером как-то все-таки не недостаточно он арбузный персикового золото что-то вроде наш саргазм что-то в этом роде но зато стоило мне с улицами не румяна 2 доллара по-моему это обновленная серия румяна твотенбайл они очень дешевый цвет и лесен пинк мне кажется раньше он был более розовым сейчас он более теплый персиковый тем не менее оттенок очень приятный шиммер не агрессивный довольны этими румяна они немножко мучные напоминают мне многие румяна от очень бюджетной компании таких как вот эльф минеральные румяны или есть тут белорусские румяна от рилуи вот такая немножко мучная формула но тем не менее носить кистью и стряхивать они очень хорошо работают поэтому пока они свеженькие я и буду этим летом носить а там посмотрим как раз раз мы вспомнили о бюджетных румянах что-то совсем перестала я пользоваться такими оттенками румян это что-то вроде теплого красного цвета но какие-то они для меня невзрачные стали с огромным удовольствием протестировала косметику белорусскую которую мне прислала танечка татьяна аст блогер спасибо ей за это большое получила огромное удовольствие но вот уже давно 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 не пользовалась поэтому оба отдаю в хорошие руки они очень похожи это у нас рилуи в оттенке тон 01 а это эльф минеральные румяна в оттенке боже мой sweet retreat эти они такие светлые оба мучные приятные оттенки но вот не идут совсем не поэтому думаю что у меня будут валяться лучше пусть кому-нибудь пойдут на затест а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok